А, Кристина, что ты ищешь в горах? Что для тебя дают горы? И что именно тебя сюда позвало? Эля, спасибо тебе большое за этот вопрос, потому что горы — это не просто жизнь, это что-то из серии мечты. Это то, что раскрывает нас, потому что в горах я чувствую, что здесь нету давления той матрицы, которая есть в городе. И здесь мы очищаемся от всего лишнего и приобретаем нечто большее. Это близость к своему «я», к своему сердцу. Поэтому мы здесь сегодня. И, Эля, я тебе могу сказать, что ты лучший проводник. Это абсолютно искренне. Спасибо, Кристин. Пожалуйста. А вот ещё согласна ли ты, что горы — это место силы? Я с этим полностью согласна, потому что каждый раз горы нас меняют. Ты приходишь один, уходишь совершенно в другой. Горы меняют нас, они нам дают силы для того, чтобы двигаться дальше, потому что в обычной жизни мы только тратим. А вот ещё поделись, может быть, твоим личным опытом, что поменялось после гор в твоей жизни? Что поменялось? Моя жизнь стала богаче, это точно. Трансформация произошла определённая, это 100%. То есть здесь колоссальное переосознание. Пока ты идёшь по маршруту, пока ты идёшь вверх, ты понимаешь, ты переосознаёшь, просто всё у тебя есть на это время. И есть только ты, и есть пространство. Ты понимаешь, что ты любим, и что ты можешь всё. И, в общем-то, эта трансформация со мной произошла. И, наверное, с каждым, кто попадает сюда, потому что невозможно не трансформироваться здесь, пока ты идёшь, пока ты преодолеваешь эти расстояния. Спасибо большое, и надеюсь, не последний раз мы здесь с тобой. Дай Бог, дай Бог. Спасибо большое. Спасибо.